Легенда о Голубке Глава первая День клонялся к вечеру, но за горами еще угадывалось солнце. Оно заливало неярким светом их лысые макушки, а вот по эту сторону, на склонах, поросших кустарником, уже господствовала полутьма, и только внизу, в долине, догорали последние неверные отблески заката. Капитан Горохов, посмотрев с сержантом Зелениным несколько полуразрушенных мазанок, лепившихся к подножию горы, дал отбой прикрывавшим его бойцам. Никаких признаков жизни в покинутом селении не было, и солдаты, переговариваясь, уже взбирались на БТР, когда изменившийся в лице механик сдавленно крикнул «Духи!». Этого возгласа Горохов не слышал. Он вздрогнул от истошного, пронзившего воздух вопля «Алла-Акбар!». Из-за глинобитной мазанки внезапно выскочил Маджахед и, прицеливаясь из гранатомета, припал на колено. Зеленин с размаху бросился на землю, а капитан успел обернуться, дать очередь из автомата и удивиться, как же это я обмешулился! Там ведь никого не было! Но Маджахед тоже выстрелил, и взметнувшийся ввысь земляной столб накрыл бросившегося к дувалу Горохова. И в эту самую секунду из зеленки по бойцам на БТРе ударили калаши. Приподнявшись, Зеленин смог различить лишь неестественно торчавшие из земли оторванные, как ему показалось, ноги капитана. Он пополз было к Горохову, или вернее к тому, что от него осталось, но земля перед ним просверистела и вздыбила с фонтанчиками пыли, и он в отчаянной злобе, полоснув в ответ по зеленке, петляя, побежал к своим. Пуля настигла сержанта прямо перед БТРом. — Олега! В клочья! — прохрепел он, падая на руки ребят. — Видели? — Отходим! — выдавил он из себя и потерял сознание. Через какие-то десять-пятнадцать минут в воздухе появились вызванные разведчиками вертолеты и превратили горы, долину и, не кстати подвернувшиеся под руку кишлак в сплошное месиво, обеспечив тем самым безопасное прохождение грузовой колонны к Кабулу. В общем, задание свое разведчики выполнили. Олег очнулся в кромешной темноте. Сколько он здесь лежит, капитан не знал. Он потерял счет времени. Вокруг стояла неправдоподобная гнетущая тишина. Не было слышно ни адского грохота бомбежки, ни криков, ни выстрелов, а вроде бы вот только что звучали они в ушах. Сообразив, что его засыпало землей, Олег, с трудом высвободив руки, смел ее с лица и чуть приоткрыл глаза. Луна и звезды показались на чужом фиолетовом небе бесконечно далекими. Они лили на землю матовый свет, делая местность узнаваемой и вместе с тем придавая ей фантастические очертания. Самая яркая из звезд, холодно поблескивая, цепко глядела на Олега своим стальным взглядом. А когда он прикрывал глаза, касался его ресниц, дрожащей, то цельной, то прерывающейся многоцветной паутинной нитью. Олег лежал поперек пролома того самого дувала, к которому кинулся за секунду до взрыва. И по ту сторону дувала он увидел торчащие из земли ноги. Ровно так, каких увидел и Зеленин. Может, это не его? Своих ног он не чувствовал. А потому со страхом попробовал шевельнуть ими. Они и шевельнулись. Но острая боль, пронзив все тело, вместе с радостью породила отчаяние. Все. Приехал. — Отрешенно подумал Олег. Превозмогая боль, он с трудом после нескольких попыток вылез из завала. Чуть поодаль Олег заметил верблюжонка и в какой-то неосознанной надежде пополз к нему. Но вблизи верблюжонок обратился в груды глины того же развороченного дувала. Силы покинули капитана, и он, перевернувшись на спину, вновь вперил немигающий взгляд в чужое неприветливое небо. Странно. Ведь случилось то, что и должно было случиться. То, к чему он так упорно стремился. Ему казалось, что он давным-давно готов к смерти. Это равнодушие к жизни пришло после того, как он потерял искру, свою любимую жену, так внезапно и так навсегда покинувшую его в этом мире. И вот теперь, когда извечная разлучница смерть, заглянув ему в глаза, захолодела душу, Олегу нестерпимо захотелось жить. Неожиданно родилось сравнение. Искра погибла там, в Ташкенте, все еще лежавшем в руинах, в огненном пламени пожара. Он, опаленный войной, умирает в развалинах безвестного кишлака. Мысли спешили наперебой. Конечно, искра давно уже там, у Бога. Приняв свое сердце Христа, она неустанно умоляла Олега последовать ее примеру, а он все оттягивал, то отшучивался, то просил повременить, потом, потом успеется. А когда ее не стало, отбросил все мысли о Боге, едва ли не обвинив его в своем горе. И даже надеясь на встречу с Искрой в ином мире, не задумывался о том, что ему в этой встрече может быть отказано, что она попросту не состоится, ведь он так и не покаялся. И сейчас его охватил страх, страх, который заглушил боль. Не его первого в предсмертную минуту посетило озарение, озарение свыше, дарованное самим Христом. Здесь, под чужим небом, он из последних сил прошептал слова «Господи, только позволь мне выжить, я посвящу тебе жизнь. Прости мне все, что я натворил, не дай умереть непокаянному». А если и так, все равно разреши быть с нею, ты же видишь, она как была, так и осталась моей единственной. Дай мне еще один шанс, Господи. Не он первый, не он и последний, кому дает Господь этот шанс. Почудилось вдруг Олегу, что небо над ним преобразилось. Радостнее разбрызгивая вокруг себя радужные искры переливы, засияли звезды. Теперь и та самая яркая смягчила взгляд и улыбалась ему. Олега охватило чувство умиротворенности. Он понял происхождение и этих лучей, и этого душевного покоя, и испытал облегчение. Свет от звезд перламутром преломился на ресницах. Глаза были полны влаги. Он что, плачет? Значит ли это, что Бог услышал его? Ему захотелось встать и сказать еще много важных слов, которые, переполняя душу, спешили на ум, но где-то рядом, нарушая гармонию единения человека с Богом, зачастил пускач хлипкого тракторишки. Спустя минуту-другую мотор завелся, и машина угрожающе двинулась на капитана. — Да это же наш БТР! — мысленно изумился Олег, вглядываясь в неясное очертание машины. Неужто духи отбили его у ребят? Но тотчас понял, что ошибся. Это был их студенческий чихпах. Неподалеку от Дувала трактор остановился, из него выскочил Серафим, подал руку искре, и они со всех ног бросились бежать. Олег ясно сознавал, что это искра, но, как не стилился, разглядеть ее лица не мог. А Серафим с искрой все бежали и бежали к нему, и ни на шаг не приближались. И тут Олег увидел подле себя того самого бородатого душмана. Он прилаживал к плечу гранатомет. — Назад! Назад! — истошно закричал Олег жене и Серафиму. Бородач оглянулся. — Не ори! Криком ты их только погубишь. Если бы я не закричал Аллах Акбар, ты не успел бы меня убить. Ты убил мою любовь к свободе. Теперь я убью твою любовь к жизни. Олег вцепился в душмана, и они полетели в глубокую воронку. Серафим и Искра едва успели схватить Олега за ноги. Он взвыл от боли и на секунду пришел в сознание. Ну, теперь уж точно все мелькнуло напоследок в голове, и он провалился в небытие. Под утро его подобрала и увезла к себе семья местных пуштонов, муж с женой. Их сын, как потом выяснилось, был офицером кабульского режима. У Олега он метался в бреду из-за большой потери крови. Были перебиты обе ноги. В бедре правой к тому же застрял осколок. Глава семьи, использовав в качестве обезболивающего какую-то жидкость, удалил его сапожным ножом. Потом довольно грамотно наложил шины. Рана постепенно затянулась, но на бедре от сапожного ножа остался шрам величиной в три пальца, а в желудке устойчивое тошнотворное сжение от обезболивающего. Когда сняли шины, выяснилось, что одна нога срослась неправильно. Олег не мог ступать на нее без боли. Но тут уж медицина в лице старого пуштуна была бессильна. В течение трех месяцев пуштуны прятали Олега от маджахедов, а когда тех выбили из провинции Шурави, передали его советским военным властям. На родине он уже числился в списках погибших. Впрочем, его судьбой особо никто озабочен не был. Близких родственников у Олега не было. В ташкентском госпитале, куда его направили после некоторых проволочек с выяснением личности, ему дважды ломали и восстанавливали ногу. Перед выпиской он подолгу, пока не напоминала о себе больная нога, бродил по обновленному Ташкенту. Бродил с какой-то навязчивой надеждой на чудо, ни много ни мало, навстречу с искрой. Причем с каждым днем надежда не только не угасала, перерастала в уверенность. Олег отчетливо помнил то видение. Искры с Серафимом удерживают его от падения в пропасть. И он выжил, что, конечно же, было чудом. Ему хотелось верить, что на этом чудо не заканчивается, и его надежды оправдались. Правда, иначе, чем он ожидал. Разыскивая на городском кладбище могилу Тафика, Олег неожиданно наткнулся на могилку жены. Он был близок к обмороку. Фотография на памятнике и дата не оставляли никаких сомнений. Здесь похоронена Искра. Почему же Сагина Каюмовна сказала Олегу, что она кремировала дочь? Выходит, даже после смерти Искры она продолжала винить во всем его, и как не хотела делить с ним дочь, пока та была жива, так не захотела, чтобы он оставался с Искрой после смерти. На могилке лежали свежие цветы. Наверное, их принесла Сагина Каюмовна. Женщина, она еще не старая. Встреча с матерью Искры была бы не просто бесполезной, не нужной для обоих. Но ничего. Теперь он знает, где похоронена его жена и обязательно будет ее навещать. Олег разделил букет, купленный для Тафика, на две равные части и оставил цветы Искри. И только отойдя от кладбища на приличное расстояние, он вдруг с тоской осознал, что не сделал сейчас для себя Искры главного, не поблагодарил Бога. Вернуться? Но уже ныла натруженная нога. Да и молиться-то он толком не умеет. Ну ничего. Завтра он обязательно выберется на кладбище. И тогда... Однако он смог прийти к Искре лишь через три дня. С ним был товарищ по палате. Молиться в его присутствии Олег постеснялся. Зачем обращаться к Богу? Прилюдно убеждал он себя. Только поставлю человека в неловкое положение. А вскоре Олег уехал в город, из которого его призвали в Афганистан. Там демобилизовался, получив очередное звание и медаль за боевые заслуги. О ранении напоминала лишь небольшая, едва заметная при быстрой ходьбе, хромота. На гражданке он вернулся в геологию. И уже через год дела его стремительно пошли в гору. Сначала его пригласили работать в управление. Мол, хватит блуждать по лесам и степям, ветерану афганской войны. Пора передавать опыт молодым. Потом он и вовсе стал одним из замов, управляющего трестом. Входил в разные советы, комитеты, так что свободного времени ни на что не оставалось. И только иногда, по пути, с оглядкой, забегал Олег в церковь, давал щедрые подаяния нищим старушкам, ставил свечки и украдкой крестился. Тоска по искре была неизбывной. Вновь и вновь он мысленно спрашивал себя, почему Господь допустил ее уход, почему именно ему, Олегу, ведь он старается никому не делать зла, приходится терпеть такую муку. Да, в трудную минуту человек обращает свой взор к небу, зная, что помощь может прийти только оттуда. А вот, поди ж ты, забыл, Олег, про свой обед посвятить себя на служение Господу. И как за соломинку хватался он за то, что Бог долготерпелив, об этом говорила искра, и милостив, может, еще успеется. Так пролетело несколько лет. Отбушевала война в Афганистане. Страна содрогнулась от нешуточных потрясений, а личная жизнь Олега не претерпела больших изменений. Впрочем, сослуживцы начали поговаривать, что он вот-вот вступит в брак с одной добропорядочной женщиной из управления. Похоже, об этом не знал только Олег. Но слух упорно распространялся. И распространялся, по всей видимости, самой соискательницей семейного счастья. И кто знает, удалось бы устоять закоренелому холостяку перед натиском этой красивой женщины, не получил он письмо от двоюродного брата Юры. Олег почему-то сразу взволновался. Долго рассматривал адрес на конверте, силясь припомнить, как выглядел Юра мальчиком восемь-девять лет. Он о нем ничего не слышал лет эдак тридцать с гаком. Ничего путного из этого не выходило. Он распечатал конверт. Из письма следовало, что брат случайно увидел в журнале его Олега статью с фотографией и послал в редакцию запрос. «Я написал им все как есть, и они решили нарушить правила и дали твой адрес», — сообщал он Олегу и приглашал его в гости. И в конце письма «Я проповедую Слово Божие в той самой церкви, где был пресвитером мой отец. Помнишь, когда он приезжал за мной, вы с ним много говорили о Боге? А помнишь, как мы с тобой учили библейские стихи на крыше? Не на крыше, а под крышей вырвалось вдруг у Олега, его глаза увлажнились, подернулись дымкой. Боже мой! Сколько же лет прошло? Все. Еду. Куда? Робко пискнула секретарша, изумленно внимавшая его эмоциональным восклицанием. «Куда вы хотите ехать, Олег Алексеевич? У меня брат отыскался». Голос Олега дрогнул. «Помогите с билетами до Тюмени. Полечу из Москвы, ну и оформите отпуск». «Я думала, вы к свадьбе будете готовиться. А кто женится?» Рассеянно спросил Олег. «Я?» «Нет, не получится. Как-нибудь в другой раз. Когда полечу? Попробуйте взять билеты на завтра». Олег собирался в дорогу в возбужденном состоянии с каким-то радостным предчувствием. Он с удивлением обнаружил, что неплохо помнит то время, и это доставляло ему огромное удовольствие. «Не на крыше, Юронька, не на крыше!» не переставал он улыбаться. «На чердаке!» «Да еще и с сухарями!» Глава вторая. В немноголюдном в то утро здании Тюменского аэропорта сердечно распрощались двое мужчин, и один из них, тот что помладше, вернулся к ожидавшей его машине, а другой шагнул вглубь зала. Это был немолодой, чуть выше среднего роста человек, в ладно сидевшем на нем синим джинсовом костюме, соломенной шляпе а-ля сомбрера и синих с белыми полосками кроссовках. Через его плечо на ремне была перекинута спортивная сумка. В правой руке он держал небольшой полукруглый чемоданчик. Достав из нагрудного кармана куртки билет, мужчина сверился в справочные с расписанием и, довольно хмыкнув, есть еще время, прошел в зал ожидания. Сев на лавочку Олег, а это был он, поставил сумку в ноги, облокотился о чемоданчик и закрыл глаза. И тотчас отключился от суеты аэровокзала. Только монотонный голос диктора время от времени, объявлявший о посадке и регистрации, отвлекал его от приятных воспоминаний. Продолжая опираться на чемоданчик, Олег прикрыл ладонью глаза и так отрешенно просидел довольно долго. Он вновь и вновь прокручивал в голове события двух последних недель, которые провел на Тюменщине у Юры. Здесь неожиданно для самого Олега его жизнь, жизнь пятидесятилетнего человека, приобрела совершенно новый смысл, наполнилась ни с чем не сравнимой радостью и нетерпеливым ожиданием новых благословений. А в их приходе Олег не сомневался, ведь это случалось с ним не раз, и он принимал эти благословения, но потом, когда до покаяния оставался один шаг, под благовидным предлогом сам же от них и отказывался. Теперь он знал, кто останавливал его на полпути. Наконец-то все его сомнения разрешились, и помог ему в этом Христос, избрав для этого Юру, его драгоценного брата, отныне еще и по вере. Как-то так само собой вышло, что поначалу они только и делали, что вспоминали детство. Восстанавливали в памяти мельчайшие детали прошлого. Собственно, лишь оно одно и связывало их, потому что было общим. А что случилось потом, когда они расстались, когда их пути разошлись? С Юрой все было более или менее ясно. Знавший Бога с детства, он пошел по стопам отца. А Олег? Как обстояло дело с ним? Олег впервые поведал о себе все без утайки, и особо об искре. А этого прежде он не делал. Да, он говорил, что любил ее больше жизни. Ему казалось, это достаточно для того, чтобы друзья и знакомые поняли, что она для него значила и что она была за человек. Но Юре он рассказал об их отношениях во всех подробностях, а рассказав, освободил душу от страшного гнета и в конце не удержался и задал брату, мучившие его долгие годы вопросы, почему она должна была уйти, если так любила Бога, почему он, Олег, должен был остаться без нее и страдать всю дальнейшую жизнь. Себя он спрашивал об этом сотни раз, другого человека впервые. Юра, не перебивая, выслушал исповедь Олега, а после того, как тот обратился к нему с вопросом, надолго задумался. Он размышлял о превратностях судьбы. Так они и сидели друг против друга и, уйдя в себя, изредка вздыхая и поочередно произнося «Да». Внезапно Олег вскинулся и заторопился, словно испугавшись, что может быть превратно истолкован. Только пойми меня правильно. Я уже давно не виню Бога, просто хочу знать, почему. Почему Он это допустил? Да, именно. Знаешь, мне тоже случается задавать себе такие вопросы. И когда я спрашиваю об этом Бога, ответ приходит ко мне самым чудным образом. Вот, послушай, одолевали меня как-то сомнения. И тут один покаявшийся зырянин приносит мне старый-престарый журнал. Увидел он, а надо сказать, что это был человек неграмотный, изображение распятого Христа и решил, что журнал христианский. Ну и принес. Клеенные, переклеенные, да еще с несколькими рукописными страницами, пришитыми нитками. Сколько же людей его листало? Сколь многим он открыл глаза, помог найти спасителя. Так вот, там я прочел что-то вроде притчи. Хочешь, расскажу? Конечно. А почему про притчи я вспомнил? — Слушай тебя, я будто воучи увидел твою искру, увидел ее как чистого, еще не испорченного миром ребенка, возлюбившего Бога. Так оно и было, вздохнул Олег. А теперь послушай, что говорит Писание через пророка Исаию. Мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Понял? Нет, честно признался Олег. Она была восхищена от зла, как благочестивая праведница, от зла, понимаешь? Об этом-то и рассказывает притча. Твоей искре, как нежному, не приспособленному к нашему злому миру цветку, грозили страшные беды. Для белоснежной лилии опасна даже пыль. Хотя бы потому, что пыль эта серая. Господь знает, что лучше для его цветка. Наш небесный садовник счел нужным пересадить твою лилию в другое место, более прекрасное и безопасное, а что он восхитил ее от земли так рано, то сделал это для того, чтобы уберечь ее от зла, чтобы она не осквернилась грехом мира. Стало быть, он предвидел бури, грозившие ей, но скрытые от нашего ограниченного взора, потому и взял ее так рано в свое небесное царство. и теперь она в его саду, вдали от печали и слез, ликует в свете вечного дня. Ну, разве ей там не лучше? Посмотри, как по земле расползается цинизм, неверие. Так значит, и я к его ходу руку приложил. Снова вздохнул овек. Чего-чего цинизма в моих шутках, отговорках хватало, но жизнь-то продолжается. Послушай лучше притчу. У одного человека умерла единственная дочь, которая была ему дороже жизни. И вот как-то расснится ему сон, будто идет он по саду и вдруг видит, возле дороги растет чудесный цветок. Смотрит на него несчастный отец и не может глаз отвести. Настолько он ему по сердцу пришелся. Но любовался он им недолго. Появился садовник и принялся тот цветочек выкапывать. «Не тронь его!» закричал отец. «Я полюбил его всем сердцем, в нем вся моя жизнь, но я хочу пересадить его в другое место. Там ему будет лучше, ответил садовник. Здесь, у дороги, цветку расти опасно. Мало ли, что может случиться. И вот отец видит цветок уже на новом месте. Расцвел он, пышнее прежнего, и солнце, наполняя все вокруг безудержным ликованием, трепетными золотыми лучами касался его нежных лепестков. Это был незабвенный аленький цветок из нашей детской сказки. Надо ли говорить, что стал он еще прекраснее? Брат пристально глянул на Олега и закончил. Проснувшись, отец понял значение сна и перестал плакать. Я понял, еле слышно прошептал Олег. Я все понял. Одним цветком земля беднее стала, одной звездой, богаче небеса. Тихо продекламировал Юра. Значит, она там, где ей хотелось быть. А я все это время думал только о себе. Проговорил Олег и добавил, мне нужно побыть одному. Конечно, конечно. Иди к себе. тебе уже постелили. Спокойной ночи. В полночь в комнату Олега тихо вошел Юра и опустился на пол подле брата, который стоял на коленях рядом с кроватью. Помолимся. Олег молча кивнул. Так же бесшумно вошла жена Юры, затем его старший сын, и весь дом наполнился молитвой. Молящиеся благодарили спасителя. Благодарили за то, что так терпеливо ждал он одного из своих блудных сынов. Теперь после стольких лет мытарств тот вернулся к нему навсегда. Что испытывал Олег в эти минуты? Да разве можно словами передать то ощущение неизбывной радости, которая наполняет сердце человека, принявшего Христа? Нет, слов наших явно не достанет. Да и образы не той силы, чтобы передать духовное состояние покаявшегося и уже прощенного грешника. Потому как это непостижимая, ни на что на земле не похожая радость, радость, обретенная в таинственной мелодии Евангелия. Потому то и говорят, наверное, христиане, Богу слава. Заново родился человек. С Христом возродился к новой жизни. Глава третья. Внезапно Олег ощутил смутное беспокойство. Диктор уже дважды объявлял задержку какого-то рейса. И хоть это не должно было интересовать Олега, но он почему-то досадовал, что не смог разобрать какого. Что-то знакомое почудилось ему в названии рейса. Но он не мог понять, что именно. Он выпрямился, скосил глаза влево. Рядом с ним на лавочку уселась миловидная женщина. В руках она держала небольшой перехваченный лентой сверток. Не помешало? Услышал он ее приятный голос. Олег сделал вид, что подвинулся. Место хоть отбавляй. Беда прямо с этими задержками. Слова охотливо продолжила женщина. Вроде и погода хорошая, самое время летать. Чего задерживать? Она явно хотела втянуть его в разговор. Вот что им, кроме непогоды, может помешать? Ну, мало ли, уклонился он. Может, в аэропорту назначение, какие проблемы, с той же погодой? Тогда так и надо сказать. А то один рейс задержали, другой теперь аж на два часа. А ты сиди и гадай, сколько еще придется ждать. И без всякой связи, по-видимому, сочтя, что теперь можно приступить к более тесному общению, она поинтересовалась. А вы простите за любопытство, случайно не геолог? В голосе женщины прозвучала какая-то затаенная надежда. И когда Олег со смущенной улыбкой развел руками, дескать, куда денешься, попался, она удовлетворенно произнесла, я это тотчас определила. Вас, геологов, за версту видать. Кстати, это не ваш рейс задерживается? И она неопределенно указала на потолок. Нет. Мне еще ждать и ждать. Я в Москву. А разочарованно протянула женщина. Выходит, ошиблась. И утвердительно. Но вы не здешние, не из Тюмени. Нет. Первый раз в этих краях. А что, это ваш рейс задерживают? Из вежливости поинтересовался он. Да как сказать, и мой, и не мой. Интересно, однако, оживился он. Это как? Да мне сыну надо было кое-что передать. Она указала на сверток. У самой-то ни времени на перелет нет, ни денег. Вот я вас и присмотрела, думала, раз геолог, стало быть, туда и летит. передать кое-что хотела Сережа. Передать? Передачу, значит? Ну, а как же там... А, нет, нет, спохватилась она. Вы не то подумали, не в тюрьме он. Служит он в Заполярье. Вон как. А где именно, если не секрет? Олега словно бы что-то подталкивало к расспросам. Да, у черта на куличках. Слышали, только что объявляли вылет самолета следующего рейсом Тюмень-Салехард мыс Каменный задерживается на два часа. Ловко передразнила она диктора. Вот на мысе этом и служит. А попросту, если все называть своими именами, так в дыре настоящей. Это ж надо как назло. Никто из вахтовиков сегодня не летит, никого из них не вижу. Я с ними часто посылочки передаю. Что с вами? Всполошилась она, заметив, что ее собеседник схватился за сердце и застыл, неестественно выпрямившись. Как вы сказали? Повернувшись к ней всем корпусом и заикаясь от волнения, переспросил Олег. Его лицо пошло красными пятнами. Мыс Каменный? Ну да. Он самый? Тот, что на Ямале? До сих пор там был. Она озабоченно смотрела на собеседника. Где же ему еще быть? Невероятно. Невероятно. В растерянности забармотал Олег. Там что, аэропорт есть? В такой дыре, как вы выразились, есть? С улыбкой кивнула она. Пожалуй, это единственная достопримечательность на весь Ямал. Хотя какой-то мой аэропорт. Все та же вечная мерзлота, никакого покрытия не надо, взлетай не хочу, и степь да степь кругом, в смысле тундры, да по краям океан воды, хоть залейся. Заманчиво и тут Олег все это время нечленораздельно, как заклинание мычавшей не может быть, не может быть, обрел наконец осмысленный вид и все еще себе поднос, но уже более внятно произнес почему не может? Это должно так быть? Что должно? О чем это вы? Простите, не знаю вашего имени и отчества. Олег Алексеевич машинально отозвался он, потом взглянув на часы и словно стряхивая на вождение поправился просто Олег. На два часа говорите задерживают? Да, на два. Уж не хотите ли вы? Хочу. Ждите меня здесь, никуда не уходите. Как думаете, билеты еще есть? Куда? На каменный? В глазах и голосе женщины читалось сомнение. Умелий мужик, пытаясь понять этого странного человека, она в раздумье глядела на него, оттягивая время. Да сегодня туда всего полтора человека и летит. А у вас, простите, что, сердце прихватило? Да нет, нет, все в порядке. Кажется, вашу посылку отвезу я. Как вас зовут? Нина? Так вот, Нина, сидите здесь и ждите. Я мигом. Приказным тоном распорядился Олег и, убедившись, что паспорт и билет на месте, бросился к кассам. Увидев это, Нина утвердилась в мысли, что геологи действительно взбалмошный народ. Она хотела было остановить Олега, но махнула рукой и придвинулась к его вещам. Время тянулось медленно и, как всегда бывает в таких случаях, ей начало казаться, что уже давным-давно можно было уладить любой вопрос. Однако Олег не появлялся. Всякие мысли, одна нелепее другой, вплоть до «А не хватил ли его инфаркт?» бродили в голове женщины. Нина досадовала на себя за то, что попала в двусмысленное положение. И все из-за своей откровенности или, что ближе к истине, болтливости. Сиди теперь, сторожи чужие вещи, волнуйся. Когда Олег возник перед нею, она все время посматривала направо и никак не ожидала, что он появится с противоположной стороны, Нина с облегчением вздохнула. Ее новый знакомый светился, как сегодняшнее первоиюньское солнышко. Вмиг от ее глупых страхов не осталось и следа. Она поняла, Олег летит. Заждались? В его голосе звучала неприкрытая радость. Да нет, соврала она. Быстро вы, однако, я забежал на почту, объяснил он. Дал телеграмму, попросил отпуск на пару недель продлить. А что такой счастливый? Можно подумать, в лотерею выиграли? Можно, согласился он и показал билет. Да, собственно, я и выиграл. Представьте, девчата с меня даже не вычли за возврат билета. Не мудрено, не удивилась она. Не часто встретишь такого чудака. Это же надо предпочесть тму-таракань столицы. Кто ж туда по доброй воле сунется? Туда и охотники за длинным рублем не очень-то едут. Ну, что ж, считаю, девушкам повезло. Как и мне, кстати. Олег весело рассмеялся. Вы что, подслушивали? Именно так девчата объяснили свое решение меня не штрафовать. И, чуть успокоившись, добавил серьезно. Сегодня у меня особый день. Это не просто череда совпадений. я знаю. Вот он билет мыс каменный. Верите, я должен был быть там лет двадцать назад. Да ладно, нет времени на сантименты. Доверяете мне вашу посылку? Вы еще спрашиваете. Вот здесь сверху адрес сына. Но это так, на всякий случай. Поселок-то семь на восемь, восемь на семь метров. Все друг друга знают. Я-то сама к Сереже еще по пропуску ездила, но теперь Ямал открытая зона. Да и он уже капитан. Не знаю, что вы там потеряли, зачем летите, но если надо, у них можете и остановиться. Он с женой Клавой хоть и в балке живет, но балок ничего, просторное места хватит. Передавайте им привет. Там внутри лекарства для Клавы. Ну и письмо. Нина открыто радовалась тому, что для нее все так замечательно сложилось. Однако и заинтриговали же вы меня, очень хочется узнать, с чего вдруг вы приняли такое решение. Впрочем, муж у меня был геолог, и к крутым виражам я привыкла. Подожду, пока вы сами обо всем расскажете. Когда вернетесь? Вам ведь придется, разве нет, зайти ко мне с весточкой от сына. Видите, как я бесцеремонно, да все нормально, все нормально. Думаю, через неделю-две объявлюсь. Ну что ж, если вы не против, я побегу. С работы на полдня отпросилась. Пока доберусь. Ну, храни вас Бог. Вы верите в Бога? Вскинулся он и придержал ее за руку. Да не так уж, чтобы смутилась она. Просто к слову пришлось. Постарайтесь, чтобы было так, чтобы... С какой-то простительной улыбкой произнес он. На мгновение запнулся и вдруг, повинуясь внезапному порыву, заговорил с воодушевлением. Тогда Христос сделает вас самым счастливым человеком. Я знаю, недавно он сотворил это со мной. Более тридцати лет он звал меня к себе, дозваться не мог. И вот я у него. Вы, конечно, слышали выражение «как у Христа за пазухой». Что оно значит? Что-то уютное, да? А я вам скажу больше. Какой бы атеист это не произносил, какой бы смысл не вкладывал в эти слова, подразумевается это одно безопасность и счастье. «Так вот, я сейчас там». И поверьте, это прекрасно. Он спешил выговориться, как это часто случается с долго молчавшими людьми. А ей такой общительный, словоохотливый, почему-то хотел слушать его, не перебивая. Но он так же неожиданно умолк, как и взорвался. И на Ямал вот так с бог-то-барах-то тоже бог надоумил. Без иронии спросила она. Тоже. Когда объявляли о задержке этого рейса, меня словно что-то в сердце толкнуло. А тут вы. И все стало на свои места, потому что Господь знает наши пути. Он ведет и вас, иначе в жизни не бывает. Может, вы этого еще не замечаете, но это так. Как вам сказать, я частенько задумываюсь над этим, все об этом думают, наверное. Да только жизнь иной раз такие сюрпризы преподносит. Нина помолчала и закончила со вздохом. Где найдешь, где потеряешь, вот-вот-вот, снова загорелся Олег, а кто найдет Христа, обретет себя и никогда уже не потеряет. Христос это навсегда. Сейчас я вам он бросился было открывать чемодан, потом, что-то вспомнив, вскрикнул, ах, махнул рукой и вынул из нагрудного кармана куртки авторучку и миниатюрную книжку в красивом синим переплете, на котором золотом было вытеснено Новый Завет и Псалтирь. Это вам. У меня еще есть. Вот здесь в вопроснике я напишу адрес и телефон человека, который помог мне найти Иисуса. Он живет под Тюменью, но если вам захочется с ним встретиться, а добраться до него не сможете, не беда. Позвоните, и он приедет. Нина осторожно взяла книжку и прочитала на титульном листе эта книга. Безвозмездный дар Гедеоновых братьев. Должно быть, рейс задержали не случайно. Я найду этого человека. Только у меня к вам просьба. Передайте эту книжку Клаве с Сергеем. Им нужнее. А у меня Библия есть, мамина еще. Берите, берите. У меня и для них найдется экземпляр. Олег указал на чемодан. Спасибо вам, Олег. И до свидания. Я вас буду ждать? Он молча кивнул головой и легонько помахал ей вслед. Внезапно его охватило чувство благоговения. Вера от слышания пела у него где-то внутри. Но большое ли дело, сказал женщине о Боге, но она услышала. А Господь это заметил и послал душе ободрение, наполнил радостью. Как это прекрасно, что в первые дни после покаяния человек во всем видит его и сверяет по нему дела свои. Только бы не растерять со временем то, что приобретено с таким трудом. Оно, конечно, по благодати, даром все это от Бога, но сколько же мы тарств самому себе вчиненных претерпевает человек, пока поймет это. И о чем еще совсем недавно и помыслить было нельзя, преклонил колени Олег в молитве тут же принародно. «Господи!» зашептал он, зарывшись лицом в стоявшую на скамейке сумку. «Это твой знак мне!» «Как славно, что успел я расслышать твой голос!» Молоденький милиционер, курсировавший зад-вперед по аэропорту и бдительно следивший за порядком, быстрым шагом приблизился к Олегу, нагнулся, тронул его за плечо. «Вам плохо?» Олег выпрямился, сел на скамейку. «Нет, нет, сержант, спасибо!» «Мне так хорошо!» «Еще никогда в жизни не было!» «А слезы?» не поверил сержант. «Да вы не смущайтесь! Мы вам поможем, ежече...» «Спасибо!» «Не надо!» Олег достал носовой платок. «Мне уже помогли!» «Ну, я же серьезно!» «А кто помог?» «Сержант на всякий случай огляделся!» «И я серьезно!» «Христос мне помог!» «Бог наш!» «А-а-а-а!» Снисходительно протянул милиционер и поиграл пальцами у виска. — Так ты один из этих? — Ну-ну. Снисходительно — это уже кое-что. Это обнадеживает, не злобно, как могло бы быть. Объявляется регистрация, мыс каменный. Олег, улыбаясь сержантику, взял под козырек. Из этих, из этих, молодой человек, из этих самых, чего и вам от души желаю, ищите Бога, не прогадайте. Ну, счастливо оставаться. Глава четвертая. Мираж. Появление в атмосфере одного или нескольких мнимых изображений отдаленных объектов, зданий, деревьев и тому подобное, прямых или перевернутых, вытянутых, или сплющенных, или вообще искаженных. Возникает из-за полного внутреннего отражения света в атмосфере при необычном распределении плотности воздуха по вертикали. Энциклопедия. Призрачные города, оазисы и колодцы мерещатся не только изнуренным зноем и жаждой путникам, странствующим по жгучей пустыне. Миражи бывают и там, где воды в изобилии. Есть в Заполярье. На полуострове Ямал место, обозначенное как мыс каменный. В двух-трех километрах от одноименного поселка, прямо с берега Обской губы, в иные летние дни, в час утренние, можно увидеть, как в синей дымке горизонта над гладью залива проступает вдруг скромный провинциальный городок с невысокими домами под красными крышами и прямыми зелеными улицами, по которым проносятся немногочисленные машины. Не хватает только людей. Просуществовав сейчас, а иногда и дольше в дрожащем между морем и небом Марьеве, город исчезает, то ли погрузившись в воду, то ли воспарив в светозарную лазурь небес. И, может быть, как раз вон то единственное в небе пушистое облачко и спрятало его от любопытных глаз, хорошего понемножку. А зрелище это не просто чудное, завораживающее. Чужие в эти места заглядывают редко, но если и объявится кто, ведут его тотчас на берег залива полюбоваться этим чудом. Так в больших городах гостей таскают по музеям, театрам, паркам. На всем огромном полуострове единственный аэропорт на мысе Каменном. Сюда с земли прилетают вахтовики, нефтяники, газовики, геологи и ищут, и бурят, не оставляя в тундре живого места. Местный аэропорт — это Ростынь. Сюда прибывают одной дорогой по воздуху, отсюда дорог много, здесь расставание, кому куда. Но иди ты хоть направо, хоть налево, хоть прямо, все равно попадешь в тундру. Невелик выбор. Но это кому что по душе. Вот и Олег прибыл именно сюда. От аэропорта до поселка доехал на вахтовке Урал. Вышел из машины и оказался на пустынной улице. Его попутчиков, в основном тех, что подсели в Салихарде, Урал повез в тундру к месту работы. Олег пожалел, что ни с кем из них так и не разговаривался. Неловко было вклиниваться в чужую беседу. Люди возвращались к работе после отдыха и наперебой делились впечатлениями. Ясно, что не до него было. И вот теперь в нескольких близлежащих двухэтажках он пытался распознать гостиницу. Все дома стояли на сваях, намертво законопаченных в вечную мерзлоту. Возле домов, поражая воображение, выселись горы мусора. Зимой их заносит снегом, но сейчас он растаял, и все тайное стало явным. Убирать мусор никто не торопился. Зачем? Еще два от силы, три месяца, и поселок заметет белым-бело, чисто-пречисто. Тягостное ощущение, возникшее при виде этого запустения и убогости, усугублял пасмурный день. Даже Олег, насмотревшийся всякого на своем веку, приуныл. Да, и впрямь, тмут-таракань, думал он. Ну, что меня сюда занесло? Для чего я здесь? Куда идти? Потоптавшись на дощатом настиле, он двинулся наугад и тут же увидел низкорослого мужчину неопределенного возраста, сходившего с крыльца одного из домов. «Друг», — окликнул его Олег, «можно тебя на минутку?» «Друг», — опознав в нем человека пришлого, с готовностью поспешил навстречу. Перед Олегом предстал ненец в изрядно потрепанной одежде с совершенно испятым синюшным лицом и безжизненными оловянными глазками. Пожав его дряблую, холодную, как кочерыжка, руку, Олег ощутил такое застарелое и запах перегара, что впору было закусывать. Переборов брезгливость, он спросил о гостинице. Мужичонка так долго осмысливал вопрос, внимательно изучая при этом чемодан и сумку Олега, что тот уже начал сомневаться, понял ли его вообще новый знакомец. Может, слово «гостиница» в местном лексиконе попросту отсутствует? Наконец, мужичок вскинул на Олега глаза и спросил с затаенной надеждой. «У тебя водка есть?» Голос был сиплый, с надрывом. «Ловко ты, брат!» усмехнулся Олег и покачал головой. «От скромности не умрешь, однако». «Нет у меня водки». «Не пью я». «Все пьют», — не поверил мужичонка. «Все с земли привозят, и ты привез. Жадничаешь только». «Ты к кому приехал?» «К Сергею Акимову». «Знаешь его?» «К Акимову?» «А-а-а-а!» Глаза ненца ожили. На его пипельно-серых висках проступили голубые жилки. Он засуетился. «Пойдем, проведу». «Его нет сейчас». «Вамдерму уехал. Зато Клава дома. Я знаю. Пойдем поскорее». И он попытался взять чемодан. Олег тотчас сообразил, почему ему помогает такой с готовностью. Видимо, Клава из жалости привечает этого алкаша. «Нет-нет-нет». Остановил он мужичонку. «Сначала я должен вещи где-то определить. Ну и ладно», не огорчился тот. «Сам скажу ей, что ты приехал». «Да как же ты скажешь, если не знаешь, как меня зовут?» «Ага, не знаю». Озаботился мужичонка. «А как тебя зовут? Как сказать?» «Ну, что с тобой поделать?» Сдался Олег. «Может, и впрямь так лучше будет». «Скажи, мол, от мамы Сергея приехал. Олег. Запомнишь?» У Василия хорошая память. Расхвастался вдруг ненец. «Он в Ярсале семь лет в школе-интернате учился. Грамотный?» «Так ты стал быть Василий? Как же ты Василю грамотный, а не знаешь, где гостиница?» «Почему не знаю?» обиделся ненец и ткнул пальцем в дом, у которого они стояли. «Вот она. Туда иди. Как же я не знаю?» «А-а-а. Ну, а много там народу живет?» «Народу нет. Тараканов, да, спать ночи не дают. Иди к Акиму. Там хорошо. Нет, мне сначала надо себя в порядок привести, оглядеться. Знаешь что, приходи ко мне часика через два-три. Чайку попьем с медом. Знаешь, какой у меня мед? О-о-о, брат, это получше водки будет. Разговаривать будем. Ну что, придешь?» Василий глянул на него с легким недоумением. Неопределенно пожал плечами и зашагал к расположенным невдалеке балкам. Энтузиазма это приглашение у него явно не вызвало. И тут Олег вспомнил, где он находится и посмотрел на часы. Хотя на улице было светло, как днем, шел десятый час вечера. Да, через три часа это хорошее приглашение, однако «Тогда приходи завтра!» крикнул он вдогонку своему новому знакомцу. «Обязательно приходи, слышишь?» Ну, расслышал, не расслышал его Василий, а только не успел Олег расположиться в гостиничном номере, как тот появился вновь. Его сопровождали дежурная Зина, с которой Олег естественно уже познакомился, и две молоденькие женщины. Вот это Клава на правах старого знакомого указал Василий на одну из них красивую чуть полноватую брюнетку. Представлять Олегу подругу Клавы Настю он, видимо, не счел нужным. Кратковременная прогулка пошла ему на пользу. Видно было, что он поправил здоровье. В голосе Василия зазвучали бодрые нотки, на щеках проступил едва заметный румянец, кожа на лице разгладилась, да и плечи расправил мужик, вроде ростом даже стал выше. В общем, выглядел на этот раз намного симпатичнее и был разговорчивее. Она не хотела тебя дожидаться, сказал Василий и добавил. Я тут посижу, прошел в угол и сел на табуретку. Ну что ж, как говорится, нашего полку прибыло. Радушно потер руки Олег и быстро достал из сумки банку меда. Липа. Самое настоящее. Поможете организовать чай? Затем извлек из той же сумки три длинных огурца. А это видели? Друг в тюмени угостил, вырастил у себя в теплице. Если мед женщин особо не удивил, то огурцы вызвали у них настоящий восторг. Они засуетились, забегали и через пять минут на столе уже дымился чайник, а рядом с нарезанными огурцами от них по всей комнате распространился неповторимый духмяный аромат, на блюде лежал вяленый муксун за полярное угощение. Клава уже усаживалась за стол, когда у нее за спиной негромко, но со значением кашлянул Василий. Ах да, спохватилась она и вынула из сумочки маленький флакончик с бесцветной жидкостью. «На, держи». «Да ты бы садился с нами». «Не-а», мотнул головой Василий. «Ваш разговор неинтересный. Я завтра приду». И, прихватив кружочек огурца и хвост муксуна, не прощаясь, по-английски ушел. «Спирт?» кивнул ему вслед Олег. «Да». «Пусть уж лучше его выпить, чем будет всякой отравой травиться», ответила Клава и как бы спохватилась. «А может, вы с дороги да с устатку, и мы бы с вами за знакомство, а?» С этими словами она глянула на него, на подруг и достала из сумки более объемистый флакон. «Ну, по пять граммов на зуб можно», засмеялась Настя. Клава ловко разлила спирт по стаканам. «Вам развести?» поинтересовалась она. «Вообще-то никогда не разбавлял», усмехнулся Олег, «но и правильно. Настоящие мужчины пьют неразведенные, не дала ему договорить Насте. «Ну, к чему добро переводить? Давайте сначала за знакомство». Они встали, чокнулись. Женщины выпили и с наслаждением захрустили огурчиками. Олег сел и поставил стакан, он был полон на стол. «А что так?» удивилась Настасья. «Да видите ли», развел руками Олег, «не пью я с некоторых пор». «Печень, сердце», профессионально поинтересовалась Клава. «Не без этого», уклончиво ответил он. «Ну, тогда неволить не будем». «Печень, сердце», насмешливо передразнила Настасья. «Ерунда все это». «Пять граммов не повредят». «Ну, не скажите», не согласился Олег и кивнул на окно. «Гляньте-ка, что из этих пяти граммов бывает?» по улице, балансируя руками, чтобы не оступиться с дощатого настила, шел Василий. Чем-то он напоминал ворону подранка. «Уже добавил», огорчилась Клава. «А говорил, сегодня больше не будет». «Ага, не будет», засмеялась Настя. «Держи карман шире». «Не будет, когда нечего будет, а никогда есть». «Готов, мужик», констатировал Олег. «И давно так?» «Да кто его знает?» откликнулась Зина, отводя взор от позабавившей их сценки. «У нас он первый год обретается, прибился было к геологам, да что-то не заладилось, не то сам ушел, не то выгнали. Теперь то в одном поселке, то в другом. Здесь таких непрекаянных раз-два и обчелся, а вот на земле спившихся после этой городской цивилизации много. Не понял, удивился Олег, после какой цивилизации? А такой, хмыкнула Клава, их ведь в семь восемь лет детьми, короче, у родителей отбирали и отправляли в интернат грамоте учиться, ну, власти, власти наши, до седьмого класса учили, а уж как они там науки проходят, знамо дела. Выходит после этой учебы такой пацан в пятнадцать-шестнадцать лет и только и знает, что Москва большой, красивый город в мире, самый большой и красивый. Правда, хоть по-русски говорит сносно, в отличие от родителей, зато пить, курить городские мальчишки учат их на всю катушку. Они ждите природы. Им много не надо, привыкают быстро, а потом никуда не годные, за оленями смотреть не могут, навыка нет, да и не хотят, уходят со стойбищ в поселки, в город, а там их берут только на черную работу, редко кто домой в чум возвращается. Вот этот пытался вернуться? Мы с одной молоденькой девушкой и врачом она на практику сюда приехала с земли и Василия как раз в стойбище увидели. Совсем плох был, болезни, целый букет, ну и забрали его с собой в Ярсале, она его там выходила, так он за ней потом хвостом ходил, куда она, туда и он, как собачонка благодарная, а как уехала, затасковал, ну и видать, снова запил и с геологами сюда попал. Все собирается к родителям податься, да никак не соберется. Вот сколько ему лет по-вашему? Да где-то около сорока, прикинул Олег, двадцать, только двадцать. Жалко его, вздохнула она и замолчала. А где он живет и чем? Да тут и живет. То один попросит его помочь, то другой, он так и перебивается, а к зиме опять в Ярсале уедет. За чаем да разговорами засиделись за полночь. Между тем за окном стоял все тот же пасмурный день и все то же линялое небо наводило на грустные мысли. От спирта женщины раскраснились и разговорились, засыпали гости вопросами, Олег рассказал им о тайге, о пустынях, в которых ему довелось работать, а вот о личной жизни. к этой теме его постоянно возвращали собеседницы, говорил скупо, да, холост, да так получилось, не завел семьи, словом, в подробности не вдавался, аккуратно уводил разговор в сторону. Вот вы все про пустыни, да про пустыни, подала голос Клава, а скажите, случалось вам видеть миражи? Случалось, ответил Олег, как только дни устоятся, сходим на берег, мы вам наши миражи покажем, а Сережа вернется, по тундре провезет, и к буровикам, и к геологам своим съездите. У Олега сладко заныло сердце миражи, значит, и впрямь случаются они здесь. Клава заметила его волнение, но и столковала по-своему, а вы думали, только в ваших пустынях люди видят миражи? Да нет, не только. Думаю, вся жизнь человека в пустыне ли, в городе ли, мираж. То есть, заинтересованно вскинула брови Клава, то есть все, к чему стремишься, что тебе видится важным, нужным, на поверку оказывается миражом. И это со всяким может случиться. Да, так уж и со всяким, засмеялась Настя, мне, к примеру, пока ничего не мерещится, неважное и ненужное, полный штиль, серость одна. Может, скажете, с кем такое случилось? Конечно. Теперь вот, со мной. Теперь это когда? Осторожно осведомилась Настя. Когда случилось и что? Да недавно, буквально на днях, промолвил Олег. Христос мне открылся. Я его в сердце свое принял. На эти слова женщины отреагировали по-разному. От Олега не укрылось, как инстинктивно подалась вперед Клава. И наоборот, съежилась, ушла в себя Настя. Как забегали глазки у Зины, хотя внешне она оставалась безучастной. Так вы что, верующий? Клава неуверенно произнесла последнее слово. В ее глазах было больше, чем удивление. Она словно надеялась на что-то. Да, милые женщины, я принял в свое сердце Христа и только теперь увидел жизнь, а не мираж. Женщины вопросительно переглянулись и первой, как бы спохватившись, приподнялась, отодвигая стул Настя, вид у нее был какой-то обиженный. Ну, что мы к человеку пристали? На времени того уже сколько. Пойдем, пожалуй, Клава. Олег Алексеевич чаясь с дороги, притомился, а мы его разговорами совсем укатали. Поднялась и Клава, хотя и с неохотой. Ну, да, 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 мы пойдем. Но потом вы расскажете нам о Христе, да? Я ничего о нем не знаю. Она увидела, что Олег достал книгу и запротестовала. Только не давайте мне Библию. Сергей увидит, взбесится. Лучше на словах, на словах. Я запомню. Виновата, добавила она. Хорошо, пожал плечами Олег. Ну, а если вы скажете, что Евангелие вам просила передать его мама? Мама? Обрадованно переспросила Клава. Неужели мама? Она бережно приняла книгу. Ну, да, в аэропорту. Я подарил Евангелие ей, а она тут же передарила вам. Мама вызывала нас сегодня. Вы уже были в самолете. Только я не поняла, кто летит, куда, когда, потому и не встретила. Связь-то у нас раз в году по заказу кричишь-кричишь и не докричишься, но все равно здорово, что вы приехали. У меня такое чувство, Олег Алексеевич, будто я вас уже видела. Вертится вот тут. Она дурашливо постучала по голове. Но где? Не вспомню. Вы у нас в этих краях впервые? Да. Уж где только не бывал, а в Заполярье впервые. Ну, а я дальше с Лехарды не уезжала. Там родилась, выросла, замуж вышла. А потом Сергея сюда направили. Один раз только в Тюмени и были с ним, да и то всего полдня. Может, в Тюмени вас и видела? А там вы не бывали? Ну, ладно, пощудилась, значит. Так вы завтра придете к нам? Василий вас проводит обязательно. Олег не вспомнился. мне, наверное, совсем по другой причине. Ведь для чего-то я приехал сюда. Господи, Ты побудил меня к этому. Открой. Только ли ради памяти? Так, пребывая в сомнении, молясь, он и уснул. Уже под утро, а в полдень его разбудил Василий. Был он в приподнятом настроении. Вставай, однако, Клава зовет, говорит, таким вот-вот приедет. Сергей, что ли? А ты, брат, как погляжу, уже на взводе? Что, Клава угостил? Почему, Клава? Обиделся ненец. Я заработал. Кто рано встает, тому Бог дает. Чуд, присвистнул Олег. Да при чем же здесь Бог, Василию? Разве он может тебя эдакой гадостью травить, а? Почему травить? Хитро сощурился тот. Он меня лечит. Я сегодня болел, а он вылечил. Хорошо сделал, однако. Вот как? Да ты, брат, философ. Вот только все с ног на голову поставил. Ну, ладно. Пойдем к Клаве, коли пришел. Там и поговорим. Дорогой Василий делился с Олегом своими планами. Он хотел вернуться к родителям в стойбище. Расписывал прелести жизни в тундре, хвастался, какой он ловкий оленевод. Вот только перестанет пить, подкопит деньжат и поедет. Олег с интересом слушал его и покачивал головой. Он хорошо знал, чего стоят обещания подобных людей. Сколько их нанималось на сезонную работу в геологические экспедиции. И все на одну колодку. Работая в необжитых местах, не имея возможности выпить, они вот так же разумно планировали свою будущую жизнь. Все, Алексеич, старался убедить его, а больше себя очередной бедолага. Теперь-то уж точно все. Гляди, не пью месяц, два, полмесяца, и не тянет. Даже на дух не надо. Вот получу деньги, прикуплю кое-что и к жене, детям, не с пустыми ж руками возвращаться. Хватит гулеванить, пора становиться полноценным гражданином. А теперь, пока не уволите, я у вас работать буду. На душе спокойнее, да и соблазна нет. Но в конце сезона после получки исчезал из поля зрения несостоявшийся гражданин и потенциальный работник. А если какой снова объявлялся с просьбой взять на работу, тяжко было смотреть на него испятого, опустошенного. Но Олег брал, потому что жалел, да и людей иной раз не хватало. И снова по кругу. С неделю отходняки, клятвы, ну теперь-то уж точно все. И планы, планы, планы до следующей получки. Неужели Василий, ведь он совсем мальчишка, дошел до этого, спрашивал себя Олег. «Васька!» прозвучало внезапно от одного из балков. «Подь сюда!» Около дома, широко расставив ноги, стоял приземистый, почти квадратный, большеголовый мужик с месистыми заросшими щетиной, щеками, крупным носом и чрезмерно толстыми губами, кивками своей потлатой головы, а также взмахами ладоней мизинец и большой палец были оттопырены. Он манил парня к себе. Васька, мгновенно забыв о своих планах, засуетился. «Мичман зовет! Мичман зовет!» «Смотри, вон балок Акима!» махнул он рукой. «Ты иди один, я потом приду, может быть!» «Друга бери с собой!» зычно продолжал мужик. «Давай, друг, не брезгуй!» «Причал твой отметим!» «Спасибо!» поблагодарил Олег. «В другой раз!» «Ну, было бы предложено!» развел тот руками и подтолкнул к крыльцу подобострастно крутившегося подлиннего Василия. «Ну, швартуйся, Индия, Китай!» Когда Олег подходил к балку, до него долетели голоса, спокойные увещевающие клавы и визгливый, раздраженный Настей. Двери балка были распахнуты Настей ж. У крыльца Олег в нерешительности остановился. Говорили-то о нем. «Знаю я этих святых!» звенела Настя. «Небось, натворил чего на земле!» «Вот и сбежал куда подальше!» «Геолог!» «Еще надо посмотреть, какой он геолог!» «Ну, что ты мелешь!» урезонивала ее подруга. «А ничего, ничего! Зачем он сюда приперся, скажи, а? Ни на работу, ни в гости, на кой ляд ему в эту дыру лезть, а? Приперся тут, святой!» В голосе Насти слышалось неприкрытое злоба. «Настя, ну не знаешь ведь человека!» «Я скоро тридцать лет, как Настя», не давала сказать та, «и знаю людей, разбираюсь, кто есть кто. А то, вишь ты, не пьет, не курит, с нами не пьет, а в тихушку хлебает, наверное, почем зря». «Раньше не разбавлял?» передразнила она Олега, тот почему-то удовлетворенно улыбнулся. «Ага, а теперь, вишь ты, не пьет!» «Будь осторожна с ним, Клава, говорю тебе, и выбрось эту книжицу от греха подальше. Сергей увидит, поголовки не погладит, а то читать взялась». «А, вот оно что!» возликовал Олег. «Она читала Евангелие». Он решительно ступил на крыльцо, постучал по косяку и учтиво осведомился. «Не помешаю, что вы, Олег Алексеевич, проходите», смутилась Клава, понимая, что он все слышал. Настя, не скрывая неприязни, коротко поздоровалась и сделала вид, что хочет уйти. Олег придержал ее за руку, виноват и улыбнулся. «Куда же ты, Настя?» «Вы так хорошо беседовали, да и я не прочь присоединиться к вашему разговору. Некогда мне тут с вами ляс точить», сердито бросил Настя. «Ну, так вот сразу и некогда», разыграл недоумение Олег. «Я ведь ненадолго, раз хозяина нет». «Нет ведь еще Сергея?» повернулся к Лаве. Он уже вернулся в часть. Солдатик от него приезжал. «Так что скоро будет. Подождите. Подожду». «Думаю, и Настя с нами подождет». Олег добродушно засмеялся. «Не бросит же она подругу в беде». «Наедине неизвестно с кем, а, Настя?» Та вспыхнула, подбоченилась и театрально отчеканила. «А вот подслушивать нехорошо к вашему сведению». При этом каждое свое слово она сопровождала энергичным кивком головы. «Как?» Олег округлил глаза, изображая искреннее удивление. «Разве ты не специально для всего поселка речь держала?» «Мы с Василем от самой гостиницы тебя слушали». «И обиделись, констатировала Клава. Просила же. Ну, не ори, как заполошная!» укорила она Настю. Та по-прежнему стояла подбоченис. И хотя она сосредоточенно молчала, Клава знала по опыту грядут события. Своим скандальным характером Настя была известна далеко за пределами поселка. Вот она уже распрямила плечи и еще больше стала похожа на букву «Ф». Клава зажмурилась. «Ой, что будет!» Но Олег словно и не замечал воинственных приготовлений Насти. Впечатляющая речь. «Но на правду не обижаются», сказал он. Настя верно подметила. «Натворил я дел на земле. Только под землей я подразумеваю этот свет, а не то, что находится до Ямала». «Да, милые женщины, столько натворил, что не расхлебать бы вовек, никакой жизни не хватило бы». «Как так?» растерянно проронила Клава, а ее подруга, чуть сбавив набранные было обороты, глянула на нее свысока, словно бы спрашивая «Я тебе говорила?» «Да так, где-то сам дров наломал, где-то люди подсобили, и спирт неразведенный пить доводилось, и повоевать пришлось». «Воевать?» В голос проговорили подруги, «Вы воевали?» «Воевал, воевал, в Афгане. Твой Сергей там не был, Клава?» «Ну, считай, что повезло. У меня во взводе как раз его ровесники служили, а я туда сам по доброй воле пошел, хотя по возрасту и не должен был. Ну, зачем? Вот это сложно сказать». «Ой, как интересно!» воскликнула Настя. «Расскажите что-нибудь о той жизни». Ее отношение к Олегу мгновенно изменилось. Теперь она поглядывала на него с почтением, а Клава со страхом. «Я это не к тому рассказал, чтобы себя героем выставить, а чтобы вы хотя бы попытались понять, чего мне стоило покаяться перед Богом», сказал Олег. «И как он принял меня». «Как это принял?» В недоумении воззрилась на него Настя. «Что вы умелете? Может, еще скажете, что у него в приемной сидели? Там на небесах». «На небесах?» «Ну что ж, вполне вероятно. Когда каешься, и впрямь кажется, что находишься на небесах. Но это только кажется. В действительности он сам нисходит в твое сердце с небес». «И что?» Клава смотрела на него, затаив дыхание. «Он принял вас?» «Не только принял Клава, но и простил мне все грехи, все, что я натворил. Я это к тому, что он никого не отринул, даже такого грешника, как я. Нужно только признаться в своих грехах и покаяться перед ним». «Ой, как ловко!» саркастически ухмыльнулась Настя и снова вскипела. «Так и я могу всю жизнь делать пакости, потом кается и на тебе. Боженька простит, ловко». «Куда как с добром согрешил покаялся, согрешил покаялся и ни за что не отвечай, так что ли?» «Нет, Настя, не так. Бог поругаем не бывает», говорит Библия. «Что человек посеет, то и пожнет». «И этого никто не отменял. Обмануть можно себя или другого человека, а Бога не обманешь. Просто когда ты искренне покаешься...» «Кто? Я? Думайте, что говорите?» «Извини, это и так, к примеру». «Ну, понимаешь, да?» «Так вот, когда человек искренне покается, у него больше не возникнет желания грешить, тем более обманывать Бога». Вот и все. «Вижу, вижу, что все, только, пожалуйста, меня сюда не приплетайте, мне не в чем каяться, я это сразу понял. Ведь в душе этой, Настя, глубоко верующий человек. Как, впрочем, и многие другие. Это я-то верующая. Ну, да, ты. Еще чего не хватало. А вот смотри, только что ты беспокоилась за Клаву. Волновалась, что она поверит незнакомому человеку, то есть мне, и попадет в какую-нибудь историю. Верно? Ты же предостерегала ее? Конечно. Она моя подруга, единственная. Стало быть, как я понимаю, ты желаешь ей только блага. Ха, спрашиваешь. Настя даже не заметила, как перешла на ты. Ну, раз ты желаешь ей блага, значит, желаешь чего-то божеского. Значит, сама ищешь Бога. А это еще почему? Потому что благ один Господь. Потому как все истинные блага в нем. Понимаешь? Ай, видишь, как подвел. Ничего я не понимаю и понимать не хочу. Мне и так хорошо, без понятий. Рассказывайте это кому-нибудь другому. Клаве вон или Ваське. Кстати, куда вы его дели? Никуда его не девал. Мужик его какой-то позвал, он и пошел к нему. Кудлатый такой мужик. Японец! В голос ахнули подруги и переглянулись. Ну, да, у них же вахта кончилась, вспомнила Настя. Ох, прибьет он когда-нибудь парня. А что за японец? Удивился Олег. Вроде нормальный русский мужик. Ой, русский-то он русский, да только не совсем нормальный, махнула рукой Клава. Бывший мичман. На подлодке служил, потом на торговом флоте. Все тут про Японию рассказывал, вот прозвали так. Теперь на буровых работает. Пьет почем зря, да еще колотит всех, кто под руку попадет. А попадают те, с кем пьет. Это у Васька уж сколько раз гонял, а тот все одно к нему тащится, лишь бы выпить. Да вот, кажется, уже началось, насторожилась она. Где-то рядом послышалась громкая перепалка, сменившаяся спустя секунду-другую смачной бранью японца и топотом ног. Стой, Индия, Китай, орал Мичман. Лучше стой или убью каналью. Ой, точно убьет. Клава переменилась в лице. Ой, не ходите, он и вас зашибет, это же танк. Олег пулей вылетел на крыльцо. В эту самую минуту Мичман догнал Ваську, подставил ему подножку и когда тот рухнул на землю, замахнулся на него обрезком доски. Эй, метнулся к Мичман Олегу, японец. Тот круто обернулся, в глазах его блеснула неподдельная радость. А, друг святой, выпить, стало быть, побрязгал со мной, друг святой, вот я тебя козла сейчас на пару с Васькой и приголублю. Вот он святой кулак. Покаянной шее! Потрясая доской, Мичман шагнул к Олегу. Эх, раззуди с плечо! В следующую секунду он уже лежал ничком на земле. Пытаясь освободиться от мертвой хватки, он елозил по земле, хрипел, отплевывая вязкий песок, которым так богат ямал. Пусти, пусти, наконец, выдавил он. «Уважаю!» и сел, вращая по сторонам, ошалевшими больше от удивления, чем от боли глазами. Олег опустился на корточке рядом с японцем и заглянул ему в глаза. Ну что, успокоился Мичман и очухавшемуся Ваське принеси к доску? «Ты че?» с подозрением промычал японец. «Я ж сказал, слышал». Олег взял поданную Васькой доску и сунул ее Мичману под нос. «Зачем она тебе? Так, что ли, не справишься с пацаном?» «Да попугать я его хотел», понурил голову японец. «Не, что думаешь, тронул бы?» «Ага, не тронул бы», жалобно проскулил Васька, держась за бок. «Все ребра болят». «Не попадайся под горячую руку», не поднимая головы, буркнул японец. «Не перечь, когда я говорю». И вдруг будто ожил что-то, вспомнив, и даже хохотнул. «Он ведь, каналья меня уверял, будто ты не пьешь, потому как веришь в Бога». «Ну, говорил, нет, Индия, Китай», рявкнул он вслед Ваське, которого Настя с Клавой вели под руки в болок. «Ну, и что?» ответил за Ваську Олег и развеселился. «Повод, чтобы убить? Он же правду сказал». «Чего?» недоуменно промычал Мичман. «Не, травишь?» «Ладно, ладно, потом разберемся. Забирай свою орудию». Олег сунул ему в руки доску. «В хозяйстве пригодится». «Да нет, нет, ты скажи, что, правда, что ли?» «Ну, бог там и всякое такое». «Правда, Мичман?» «Правда?» «Но об этом после, когда проспишься». «Откуда же это?» Крутанул тот кулаками, поставив их друг на друга. «Десант, что ли?» «Да какая тебе разница?» «Вставай, давай помогу». «Сам встану». «О, черт! Ты же мне плечо напрочь вывернул». «Это только кажется, пройдет». «Поторопился я малость, но все равно прости. Ты меня прости». «Ой, засовестил ты меня с пацаном!» «И впрямь озверел я». Японец махнул рукой. «Озвереешь тут!» «Ну, я пошел». «Скажи, Ваське больше не тронул». «Никогда». «Ты сам-то где остановился? В гостинице? Ну, если их премь не пьешь, тяжко тебе придется. Сегодня ребята с вахты вернутся, если уже не вернулись. О, сам понимаешь. Пир горой пока не улетят. Так что перебирайся к Сергею. К себе не приглашаю, не лучше. Ну, давай, семь футов подкилем. Плечо-то не парь, холод приложи», посоветовал Олег. «Да знаю, я знаю». Мичман медленно побрел к дому, вобрав огромную голову в плечи, отчего еще больше стал похож на квадратную глыбу. У крыльца обернулся. «А может, когда зайдешь, а погуторим?» Олег пожал плечами. «Зайду, коли приглашаешь. А почему бы нет?» Глава пятая Сергей был высокий, стройный и приветливый. Сверх всякого ожидания он довольно добродушно отнесся к тому, что его клава с головой ушла в Евангелие. Чем бы дитя не тешилась, лишь бы не плакала, глубокомысленно заявил он Олегу. «Об одном прошу, меня в это дело не впутывайте. Вот получу генерала, ну, на худой конец перейду в бухгалтер и там и посмотрим. Тогда я сам себе хозяином буду. А сейчас у меня своя религия вперед не соваться, взад не отставать». Сергей обладал особым так называемым солдатским чувством юмора. «В общем, моя хата с краю, так удобнее». Однако он не мог не заметить, как оживала его супруга после чтения этой книжечки и радовался тому, что в ее голосе наконец-то зазвучали оптимистические нотки. Сергей даже подсаживался к Клаве, задавал какие-то вопросы, ответы на которые, впрочем, его не интересовали. Да, он их и не слушал, просто у него появился повод лишний раз приласкать жену. Он о ней очень заботился. Они оба степетом готовились к рождению долгожданного первенца. И только иногда Сергей подтрунивал над ее, как он выразился, новой причудой. На следующий день после возвращения он прокатил гостя по тундре. Они побывали на Буровых и у геологов. Познакомившись с Олегом, геологи взяли себе за правило с утра заезжать за ним, так что большую часть дня он проводил в тундре. В гостинице, как и сказал Мичман, поселились и трое суток подряд куролесили молодые шумные ребята. Олег приходил туда только на ночь. Мысленно он слово «ночь» закавычивал. Какая же это ночь, если светло, как днем? Ну, а по возвращении из тундры Олег шел к Хлаве открывал Библию, и они вместе пытались уразуметь Божьи истины. Во время этих встреч Олегу почему-то вспомнили с те годы, когда он впервые заинтересовался Библией. Интерес этот возник под давлением одного художественного фильма, в котором бравый революционный вояка, ловко, так просто играючи, обезоружил парой фраз из Библии не то батюшку православного, не то монаха, не то самого настоятеля монастыря. К месту или не к месту были приведенные цитаты вопрос второй. Кому хочется вникать в детали? Главное, зрителю было ясно, что атеист это вам не просто так, а долг во всех областях, в науке или, в религии или. Он, как батюшку его же оружием словом Божьим сразил на повал. Ох, я умен же, бестия! Разве такого с пути истинного, читай, безбожного, собьешь? Да он так и сыплет цитатами из священного писания. И засела в мозгу за нозой. Значит, герой изучал Библию и докопался до истины, постиг лживость религией и восстал против нее ради блага человека. В ту пору не с числа было таким высосанным из пальца карикатурным героем, кочующим из фильма в фильм. Ах, до чего хотелось Олегу иной раз вот так же походе блеснуть парой другой библейских цитат. Он даже представлял себе, как небрежно бросит какому-нибудь изумленному его познаниями и от того растерявшемуся служителю Божиему. Постойте, постойте, сударь, позвольте не согласиться. Вот ведь и в вашей Библии сказано на этом, впрочем, фантазии иссякали. Ничего из того, что там в их Библии сказано, он знать не знал, но блеснуть очень хотелось. Дело было за малым. Найти Библию, постичь неправильное ее учение, быстренько разочароваться, а уж потом, потом нужно будет отыскать где-то такого же, как в фильмах туповатого батюшку, который согласился бы покорно выслушивать разглагольствование новоявленного знатока Библии. Не будешь же цитировать библейские стихи, одноклассникам засмеют. В общем, Олег загорелся этой идеей и немедля приступил к ее реализации. Благо, Библия в их доме имелась. Он увидел ее случайно, когда мать, разыскивая для отца праздничную сатиновую рубаху, переворошила весь сундук и выложила на стол какую-то потрепанную толстую книгу. Это и была Библия. Олег безо всякого интереса покрутил книгу в руках и тотчас ее отложил. Библия эта принадлежала младшему брату матери Ивану, отбывающему пятилетний срок в тюрьме, за что Олег и его старшая сестра Таня не знали. Мать наказала никому о дяде не говорить и вообще как можно реже упоминать его имя. Даже восьмилетний Юра, сынишка дядя Ивана, живший у них уже четвертый год, об отце при посторонних помалкивал. А когда из тюрьмы приходило письмо, старательно читал его вслух своей неграмотной тете маме Олега. Потом они долго сидели вдвоем пригорюнившись и мать Олега, словно боясь, что племянник может поверить в виновность отца, горячо убеждала его. Не виноватый твой отец, Юронька. Ни в чем не виноватый. Ни за что осудили. Злые люди возводят на него напраслину. Но Бог все видит и оправдает его. Вот дождешься отца, поймешь. Сильно любила она брата. Часто молилась за него, поставив перед собой деревянную иконку с изображением Богоматери с младенцем. Доставала она ее из того же сундука и после молитвы водворяла на место. Мало ли что. Олег знал только, что чуть ли не в тот же самый год, когда посадили дядю Ивана, умерла и его жена Люба, оставив Юру сиротой. Отец Олега привез пятилетнего племянника откуда-то из-под Тюмени. Был он тихим и незаметным мальчиком. Другой раз и за день не увидишь и не услышишь. В семье Олега его очень любили и жалели. Есть люди, которых в детстве называют лишь уменьшительным именем, и оно прилипает к ним на всю жизнь. Вот и Юру называли Юронькой. Юронькой он для них и остался. Итак, улучив момент, когда в доме никого кроме него не было, Олег сунул книгу в свою холчевую сумку и поспешно забрался на чердак. Разумеется, он мог попросить Библию у матери спокойно, не таясь, читать ее внизу, но тогда пришлось бы объяснять, зачем она ему понадобилась, а это без сомнения расстроило бы мать. Ну, а врать он не мог, поэтому и спрятался от посторонних глаз. Революционная конспирация, а как же! Хрустя сухарями, мать хранила их в мешках на чердаке, Олег приступил к перековке простого советского школьника в революционного поборника истины. Но как он не вчитывался в текст Библии, смысл оставался ему непонятен. Он даже заглянул и в конец книги, обкатанный прием, но и здесь ровным счетом ничего не разобрал, только запутался еще больше. В растерянности он захлопнул книгу, потом открыл ее на первой попавшейся странице. Под обозначением главы увидел прописью «Нагорная проповедь». Ну, так, неплохо. Об этом что-то говорила и старичка. А вот точно к ним приезжал лектор по антирелигиозной пропаганде. Но она свои учености показывала. Вроде бы какой-то плотник на какой-то горе излагал простому люду свое лжеучение, годное лишь для рабов. Лектор еще ей поддакнул верно, верно, мол, и добавил, что если по-простому, то оболванивал тот плотник народ. Олег облегченно вздохнул и бегло просмотрел главу. Стихи были короткими, так что вызубрить их не составляло для него никакого труда. Он обладал прекрасной памятью, наизусть шпарил целые поэмы. Одним словом, решил он для начала заучить вот эту самую пятую главу, тем более, что первые стихи начинались одинаково, блаженные, 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 куда уж легче. Но странное дело, как он не силился, запомнить больше двух стихов не мог. Это выводило его из равновесия, он ожесточился, однако, грызя очередной сухарь, с упорством продолжал зубрить текст, но все равно сбивался, если не на первом, то на втором стихе. Нет, кое-чего он, тем не менее, добился, от сухарей у него началась икота, и такая страшная изжога, что он кубарем скатился вниз по лестнице и бросился на кухню. Там он проглотил большую ложку соды и запил ее водой. Когда ему полегчало, Олег снова собрался лезть на чердак. Он решил отказаться от сухарей, но не от намеченной цели. Олег уже поднимался по лесенке, как вдруг его осенило. Надо позвать на помощь Юроньку. Сказано, это сделано. Теперь они сидели вдвоем, друг против друга, и младший брат старательно следил за текстом, поправлял старшего в нужных местах. И тут случилось то, что и должно было случиться. Через четверть часа восьмилетний Юра уже знал стихи наизусть и по памяти подсказывал их пятнадцатилетнему Олегу. Сообразив, что происходит, Олег отобрал у братишки Библию и стал его проверять. Но и в результате разобиделся на весь белый свет. Сказал, что теперь сам видит, права была и старичка. Книга эта для рабов, потому-то он не может ни одного слова запомнить. Затем взял с Юроньки клятву не рассказывать матери, что они брали книгу без спроса и незаметно вернул Библию на место, после чего благополучно забыл о пережитых мучениях, тем более, что тут же с легкостью выучил стихи для школьного спектакля. Но Юра о Библии не забыл. Олежка, сказал он как-то с виноватым видом глядя себе под ноги, меня так и тянет еще раз почитать Библию. Ну, прямо спасу нет. Если я попрошу ее у тети Лены, ругаться не будешь? Да читай, сколько душа угодно, великодушно разрешил Олег. Только что вы там поймете? Мама неграмотная, а тебе вроде рановато за такие книги браться. Но про уговор наш помни. Да я помню, помню, обрадовался Юра и, не удержавшись, похвастался. А мне папка посоветовал для начала за новый завет взяться, ну, чтобы лучше понять. Так ты что написал ему про нас? опишу Олег. Ну, кто тебя просил, Юронька? А еще, говоришь, не забыл про уговор. Так уговор-то на тетю Лену был, справедливо возразил Юра. На папку не было? Да и читать мы будем не с тобой, а с ней. А мы с тобой какой завет читали? Новый? Олег лишь рукой махнул. Новый, старый, какая разница, религия опиум для народа. Теперь он это знал наверняка, а его герои, они вон где. Ему судьба готовила путь, славный имя громкое народного заступника, чахотку и Сибирь. Или еще лучше ваше слово, товарищ Маузер. Нет, что не говорит человек, это звучит гордо. Теперь мать Олега частенько сидела с племянником в горнице. Юра читал вслух Евангелие, а она, облокотившись на стол, внимательно слушала. Как-то раз к ним подсел отец, но, послушав, немного встал. — Мудрено, покачал он головой, не посеньки шапка. Сами читайте, может, что и поймете. А ты послушай еще, остановила его мать, прочитай нам, Юренька, про чудеса, которые Иисус творил. Как слепого исцелил, прочти. Послушай, но отец наотрез отказался. Эти теперешние чудеса у меня вот где. Он взял себя рукой за горло. Сегодня чудеса, завтра каталажка. Смотри, Эля, как бы вслед за Иваном не отправили. Да я ж в церковь-то не хожу. Чего ж бояться? Ну, лиха беда начала, Эля. Слышал я, сильно эта Библия человека затягивает. Почитает он, почитает, а потом ему уже и в церковь зайти хочется. А церковь-то ихняя, ну, тех, кто этой Библией держится, не православная, а вроде как иноверная. А стукачи, да держи морды, живо всех на карандаш берут. Никуда ты от этих ящей поганых не спрячешься. Я бы их всех, отец осёкся, спохватился, что лишнее при мальчике сболтнул. Ладно, ладно, сидите тут тихонько. Осенью неожиданно вышел из тюрьмы Иван. Впрочем, ничего неожиданного в его освобождении не было. Ровно от звонка до звонка отбыл он свой срок. Это уж близким так показалось. Томились, томились пять лет ожиданием, сетывали, что не отпускают, а как пришёл, показалось внезапно. Вцепился Юра в отца, повис у него на шее, да так и не отошёл от него весь день. Теперь, когда отец и сын были вместе, они с особой силой ощутили свою утрату. К радости встречи примешивались грусть об умершей тёте любви. Меж тем горькое чувство пришлось пережить и Олегу. Где-то за полночего разбудили голоса отца и дяди Вани. Отец был слегка под шофе и говорил достаточно громко, впрочем, слова дяди тоже разобрать труда не составляло. Видимо, взрослые не сомневались, что дети спят. Олег как раз натягивал одеяло на голову, когда услышал, как отец настойчиво повторил. Да ты пойми, я не против Бога и уже с жаром, но где, скажи, он был, когда нас сюда ссылали? Кулаков, видишь ли, нашли. Олег так и застыл с накинутым на голову одеялом. Это я-то кулак? Да у нас только худая лошаденка и корова были. И после этого я должен любить эту свору? Ты в уме, Ваня? Нет, ты подумай, Эля, призвал он в свидетели, хранившую молчание жену, мы с тобой должны любить тех, из-за кого чуть не подохли с голоду. Да я и сейчас вот этими самыми руками раздавил бы ту гниду хмырьева большевика поганого, не сгорел от самогона и всех его сотоварищей. Спроси у любого здешнего мужика, и он тебе тоже скажет. Но только так, по доверию, не для чужих ушей, потому как все мы тут ссыльные, наученные, язык за зубами держать. Да что тебе об этом говорить, ты и сам через тюрьму прошел. любить. Но надо же такое выдумать. Сам-то веришь в то, что проповедуешь, но только честно. Мне нечестно нельзя. Верю, потому что так велит Христос. Вот ведь не ушел от расплаты твой хмырев, ты сам сказал. Много он нарадовался твоему горю, вот то-то, и тебе не пришлось грех на душу брать. А где он теперь обретается, если не в аду? Вот что страшно. А здесь на земле Господь нам терпеть велел, чтоб вечность в муках не проводить. А, вечность, это еще бабка надвое сказала, есть ли она вообще вечность твоя. С гнием вот и все дела. Не хочу я больше разговоры эти говорить, тоска одна. Тоскливый ты, собеседник Ваня, не спеть с тобой, не выпить, тоска. Лучше я спать пойду. Нет, но это ж надо, любить я их должен, а? Когда отец сказал поганый большевик, на Олега словно ушат ледяной воды вылили. Весь последующий разговор доносился до него, как в тумане. Услышать такое от отца, ведь большевики, олицетворение справедливости. Они боролись за счастье народа, за это их при царизме в Сибирь ссылали. Мысли Олега смешались. Он даже не догадывался, что его родители ссыльные. Ему вдруг вспомнилось, как недавно на линейке директор с гордостью сказала, что по ученикам школы можно проследить всю географию Советского Союза. Выходят его одноклассники внуки тех самых кулаков, против которых как раз и сражался выдуманный Олегом храбрец комиссар, тот, что был нафарширован библейскими цитатами. Но разве его отец враг, а мать? Стоило Олегу задать себе эти вопросы, и образ красного комиссара померк навсегда. И откуда-то всплыло в сознании имя Иуды, синоним чего-то хитрого и подлого. Вспомнил Олег и о том, как его шестилетнего отец взял однажды на лесоповал. Шибко гонялся он за папкой и выривил таки себе эту привилегию, хотя, откровенно говоря, отца скорее мужики из бригады уговорили. Дескать, возьми мальца, вон как убивается по тебе. И был Олег ту неделю на самом седьмом небе от счастья. То с одним шофером на полуторки проедет, то с другим. Никто из пацанов в деревне больше такой чести не удостаивался. А еще бродил он босиком по тайге и собирал ягоды. Почему-то больше всего любил Олег костянику. Может, потому, что мимо нее пройти нельзя, до того призывно вспыхивают в траве ее прозрачные рубиновые бусинки. Сгребешь с веточки ягодки в ладонь, наберешь полонрот и катаешь, перекатываешь косточки. Нет, ничего вкуснее. И вот как-то раз во время обеда, сидя в ногах отца, слушал он, приоткрыв рот здоровенного мужика. Его лицо было изуродовано глубоким шрамом, шедшим до губы через всю правую щеку. Мужик тот неторопливо с долгими остановками рассказывал, как привольно жило с людям в годы его молодости. В голосе этого человека звучала щемящая тоска, которая становилась особенно заметной, когда он говорил «там, на моей родине». Это удивило Олега. Он что, не русский? Разве у него родина другая? Но когда после долгого умолчания отец сказал «Да, брат, ты словно про мою родину говорил». «И у нас такое творилось, что не приведи бог». Олег совсем растерялся. Тут, впрочем, разговор оборвался. Отец с напарником заметили, как к ним идет еще один лесоруб, и тотчас принялись громко рассуждать, где ловчая начать вырубку. Олег сообразил, что сейчас к отцу с вопросами приставать нельзя. пришлось ждать вечера. «Вапка?» спросил он, когда они с отцом остались один на один. «А чё, дядя Митя немец? Ну, он все говорит, родина его не здесь». «Да нет, сынок, русский, русский он». Тяжело вздохнул отец. «Такой русский, каких еще поискать?» «А говорил дядя Митя про те места, откуда он родом?» «Где человек родился? Там его и родина. Вот только отобрали ее у него, как и у меня. Тебе пока этого не понять, да и не надо. И спрашивать об этом никого не надо. Договорились? Ну, иди спать, иди». Отец знал, что сын больше никого об этом не спросит. А раз нельзя спрашивать, то и забыл тут же Олег тот разговор. И вот теперь, услышав, что говорил отец Ивану, вспомнил он про дядю Митю и его родину. Тяжелым был в ту ночь сон Олега. Не принес облегчения ни наступивший день, ни следующий. Несколько раз порывался мальчик поговорить с дядей, но в последний момент задавал ему какой-нибудь пустяковый вопрос. Выручил его сам Иван. «Хочу поговорить с тобой напоследок, Олежка». Сидевший за столом дядя подался вперед, положил огромные руки на столешницу и глянул племяннику прямо в глаза. Хотя Иван был моложе матери Олега, он казался ее старшим братом, высокий, сутулый, белый, как лунь. «Вижу, ты сейчас на распутье, не нашел еще своего призвания. Ну, через это все проходят. Вот и хочу дать совет, а слушать, не слушать, это твое дело. Ты ведь пытался читать Евангелие? Пытался, только не далось оно мне. Двух строчек не осилил. Может, с недобрыми намерениями ты за него взялся, Олег? Не хочешь, не отвечай, только запомни, Библия открывается лишь тому, кто нуждается в ее добром совете. Не хочу тебя сейчас в чем-то убеждать, мне это не нужно. Я и так вижу, ты придешь к Богу. Об одном прошу, сделай это как можно быстрее, для своего же блага. И помни, что Бог таит истину от мудрых и разумных и открывает ее младенцам. Говоря по-простому, дитя истину ищет не для того, чтобы корысть из нее извлечь, а по наитию души, сердцем искренним. Подумай над этими словами. Через несколько дней Иван взял сына и уехал с ним домой на Тюменщину. Долго уговаривали его отец и мать Олега погостить у них, в кои-то веки свиделись, но он торопился. Пять лет не был на служении в своей церкви, смущенно объяснял он. Да и мать наша там ждет. За живое недоухаживал, так хоть за ее могилкой присмотрю. Поедем мы. На том и расстались. Бог таит истину от мудрых и открывает ее младенцам. Долго не давали покоя Олегу эти слова, но мало-помалу забылись и они. И вот теперь, через столько лет, наблюдая за Клавой, которая впитывала в себя каждое слово Библии, он понял их значение. Хотя Клава была не сведуща как младенец, Господь открывал ей свои истины, и она схватывала их на лету. Сходным образом это произошло когда-то с маленьким и, казалось бы, неразумным еще Юронькой, но не с Олегом, который воображал себя мудрецом. На этот раз Олег не испытывал ревности, напротив, сердце его переполнило с радостью, ведь к этой тайне Божией вместе с Клавой прикоснулся и он. Он смотрел на знакомые библейские стихи новыми глазами и переосмысливал их. И эти тайны, их сокровенный смысл открывались ему с совершенно неожиданной стороны, отчего он терялся и замолкал в изумлении. Можно было с уверенностью сказать, слово Божие Олег с Клавой постигали сердцем. И настал миг, когда молодая женщина в слезах и молитве, опустилась на колени, взывая к Богу и прославляя Его, а Олег от благоговения растерялся, забыл все слова. Глаза его подернули с влагой и смог он только вторить к Клаве «Иисус, Иисус, славим Тебя!» Присутствовавший при этой сцене Василий в замешательстве поглядывал то на одного, то на другого. После случая с Мичманом Олег стал для него идеалом, а тут слезы, у такого мужчины слезы. Не, не ладно тут что-то, не ладно. Разум Василия воспротивился такому раскладу, в голове его сам собой получился сумбур, и он, чтобы привести мысли в порядок, тихонько выскользнул за дверь и дунул к японцу. С тем, по крайней мере, все было ясно, без сантиментов. Или веселье до упаду, или по роже веником. Веником Веником